Девушки отдыхают Геймер-стадиум и самые хитрые тактики, уготованные для решающих матчей. Здесь можно сокрушить любую стену или возвести собственную, заслонившись от вражеских пуль. Атаковать противника с любой стороны, зайти снизу, сверху или разведать обстановку дистанционно. Пути развития событий не поддаются счету, но не выходят за рамки тонкого игрового баланса. Секрет популярности Rainbow Six — ее калейдоскопичности. Очень огромная, чрезвычайно огромная вариативность игры. Твоя победа в этой игре приносит тебе больше удовольствия, чем в другой. Мы видим, что Rainbow Six, люди говорят, комьюнити говорят, что это круто, что это свежая дисциплина, в которой нет конкурентов по сути. Всего за год «Радуга-6» закрепилась на киберспортивном Олимпе. Тысячи игроков, международная лига. Перед нами феномен, достойный всестороннего изучения, считают те, кто продвигают электронный спорт в массы. Конкретно в этом турнире в том числе достаточная доля и науки. Спортивной науки, кафедра, педагоги, студенты. Они потом будут все это дело разбирать и потом это, собственно говоря, обосновывать. Меняется отношение внутри вуза к нашей специализации. А меняется оно под тем причином, что мы начинаем расширять область деятельности. Студенты РГУФК-СМИТ стали главными организаторами и судьями чемпионата. Но не только. В финале играла и вузовская команда АОН Эймс. Ребята лучше многих сориентировались в боевой обстановке, которую серьезно перетряхнул недавний патч. Если коротко, спецназ вернулся. Оперативник «Глаз» берется практически в каждой игре в связи с недавним его обновлением. Он начал видеть сквозь дым. И это очень серьезный аргумент. Побеждает тот, кто знает о противнике больше. В «Радуге-6» следить за действиями оппонентов можно с помощью тронов, гироскопических камер или даже детектора пульса. Один из недавно введенных оперативников, испанка «Мира», добавила в «Рейнбуз-6» механику односторонних зеркал, прозрачных для наблюдающей стороны. Хитрость на хитрость. Правда, об атакующей мощи отряда забывать тоже нельзя. Его размер ограничен пятью бойцами. На самом деле есть одна такая заготовка, которую боятся все. Ничего не готовить. Сегодня мы приняли решение пикнуть и «Глаза», и «Фьюза». То есть «Фьюза» со щитом и «Глаза» со снайперской винтовкой. Мы пикали его два раза и два раза выигрывали. «Фьюза» не пикает, чтобы вы понимали, почти никто. Фавориты — команды «Нью Экзистенс» и «Е-2» и «Спортс». Неудержимы в атаке, надежны в защите. АО «Неймс» и «Василити» сброшены в сетку лузеров. Обратно им уже не вернуться. В воскресенье интрига обрела строгие очертания. Но заранее предсказать победителя не решался никто. У «Е-2» хорошо развита способность каждого игрока по отдельности. Как команда «Нью Экзистенс» они могут, мне кажется, проиграть. Тактический шутер такого уровня, очень сложного, как «Рейнбус Икс», он только подхлёстывает интерес вообще, в принципе, к киберспорту. Важно не то, как много ты играешь. Ты можешь наиграть 100 часов, но ты можешь понимать игру и анализировать ее. И стратегии помогать своей команде, давать информацию, сидеть на дронах. Финал виннеров стал битвой стрелков, где успех сопутствовал едва. Но гранд-финал стал поистине сражением интеллектов 2-0. Это было жарко, но хладнокровно, как мы и любим в «Рейнбус Икс» Сидж. Заранее обдумали все детали, проговорили то, что делает. Кто-то дронит, кто-то чекает нам спину. И собрались с духом. И выиграли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова